Сегодня про сетевой диммер на Радуино. В сети масса информации по этому поводу. Есть и схемы с платами, и код. В общем, все готовое, бери и пользуйся. И сразу хочу предупредить, что в подобных проектах присутствует сетевое напряжение, в которое без должного опыта лучше не лезть. Здесь самодельный модуль, про который чуть ниже. Большого желания включенным его трогать нет. И обогреватель на 220 воль 60 ватт. Подключенный через этот модуль в сеть 220 вольт. Вот так выглядит этот модуль. И вот его схема. Ну а принцип работы, как у любого диммера. Все знают, что в резетке у нас переменный ток, и на графике он выглядит примерно так. А примерно вот это мы получаем в нагрузке. То бишь отрезаем семистором, вот этот кусок от синусоида. И соответственно в нагрузку пропадает меньше мощности. Но нам нужно знать, когда включать семистор, чтобы включение попадало именно на вот этот вот участок. И тут важный участок называется переход через ноль. И это место нам нужно определить, чтобы знать, сколько от этого места в микросекунду читать до включения семистора. То бишь логика какая. Узнаем, когда у нас ноль. Ждем необходимое время. И включаем семистор. Отдавая вот эту вот часть в нагрузку. Соответственно изменяя вот это вот время, можно изменять мощность нагрузки. Ну а что семистор? Его можно только открыть, подав на управляющую ногу напряжение. Закрыть как транзистор его нельзя. Он сам закрывается при переходе через ноль, когда на нем пропадает напряжение. Ну а что до детекции нуля? Все еще проще. Тут вот диодный мостик, который из отрицательного полупериода делает положительный. То есть картинка примерно вот такая. И подает это на светодиод Аптрона. Для гальванической развязки с сетью. У меня тут PC817. В ней один светодиод, поэтому нужен диодный мостик. Есть оптопары вроде PC814. Где два светодиода. Таким мостик не нужен. И тут еще пару ограничительных резисторов, чтобы оптопаре плохо не стало от сетевого напряжения. А с другой стороны в так называемой холодной части снимаем с подтягивающего резистора единицу, когда в сети у нас переход через ноль. И включаем его на вход аппаратного прерывания. И управление симистором, также с гальванической развязкой и горячей части, аптосимистором. Соответственно, вход аптосимистора подключаем на любой свободный выход Ардуины. А вот код, который залит в Ардуину. Код немой. В его работу я сильно не вникал. Ну так, если основные моменты. В сетапе у нас конфигурация прерывания. И функция обработчика прерывания. То есть, когда у нас происходит переход через ноль, выполняется эта функция. А функция мы ждем определенное время, которое задается в глобальной переменной. И дергаем на 10 микросекунд в симистор. Ну а в цикле задаем эту задержку. И на этом все. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok